Добрый день уважаемые трейдеры! Видеоописание к советнику VR Watch List & Linker Программа написана на языке MQL и может работать в терминале MetaTrader 4 а также есть версия для терминала MetaTrader 5 Программа написана для того, чтобы трейдер мог составлять свой собственный список инструментов валют металлов и CFD для торговли в течение сегодняшнего дня а также трейдер может линковать графики со своим Watch List со своим списком инструментов линковать это значит подсоединять к Watch List Итак, что такое Watch List? Watch List это список инструментов которые трейдер отобрал для торговли в течение сегодняшнего дня в течение текущего дня отобрал согласно своей торговой стратегии Что такое линкер? Линкер это программа или код которые подсоединяют открытые графики к Watch List В результате получается та картина, которую вы видите Слева у меня Watch List на котором отобрано 20 инструментов а справа графики, которые залинкованы с этим Watch List Я с помощью мышки или с помощью клавиатуры могу по этому Watch List спокойно перемещаться и искать свои сигналы согласно своей торговой стратегии Теперь поговорим о интерфейсе программы о Watch List Watch List очень прост как и все остальные свои программы я старался писать все максимально просто и интуитивно понятно Уплод символ Кнопка, которая загружает все инструменты из обзора рынка терминала Если у вас здесь будет недостаточно инструментов то есть 5, 7, 10 то будет загружено именно это количество Если вы хотите загрузить абсолютно все инструменты то в обзоре рынка нажимаете Показать все символы и тогда подгружаются все символы Можно сделать это еще и другим путем о котором я расскажу чуть позже Дальше Кнопка Луат Загрузить Watch List То есть любой Watch List, который вы собрали там металлы либо инструменты, которые ожидают пробития либо инструменты, на которых есть фигуры голова и плечи вы можете сохранить и потом загрузить Вот, например, на 20 символов List Total Нажимаем кнопку Луат и этот лист загружается Также вы можете из данного меню удалить Watch List Нажали DEL и он удаляется Его больше нет Watch List сохраняются в папке терминала MQL Files Watch Linker То есть вот эти Watch List Вы их можете просмотреть Они имеют стандарт То есть символ за символом Далее, чтобы сохранить собранный вами Watch List Ну давайте удалим пачку символов Появляется окошко, где вы можете ввести имя Watch List И количество символов, которое вы будете сохранять В моем случае это 10 символов И время по умолчанию Я могу обозвать как угодно Мой лист, например Сохранить И тогда этот лист появится уже для загрузки Его можно будет либо загрузить, либо удалить Далее Watch List отображает стандартную информацию Это символ в виде кнопки Цену Ask Если цена падает, она красная Если цена растет, она синяя Цену Bit Если цена красная, значит она падает Если цена бит Если она синяя, значит она растет И Net Change Net Change это процент роста цены От открытия сегодняшнего дня От открытия сессии торгов сегодняшних Далее Кнопка с крестиком для удаления символа Символы можно удалять И работать по Watch List с помощью клавиатуры Кнопка вверх перемещаться вверх Кнопка вниз перемещаться вниз Также работают кнопки Page Up, Page Down И кнопка Delete Для удаления символа с клавиатуры Если вы захотите добавить символ вручную Не из обзора рынка А свой какой-то символ Который брокер вам предоставляет Вы можете его просто ввести В поле Add Symbol Например Фунт Доллар Я ввел его неправильно Если вы ввели правильно Появляется надпись Добавлено на английском языке Если вы вводите какую-то билиберду Символ пишет ошибка Если вы вводите символ, которого не существует Будет тоже ошибка Если вы вводите символ, который уже добавлен в список Например, EURUSD То будет написано Уже есть символ Уже добавлен в ваш ватч-лист Ниже Показывает имя ватч-листа Который был последним загружен То есть Давайте я загружу на 10 символов Вот он 10 символов Ватч-лист Дата создания 10 символов Мой лист 10 символов Загрузим Мой лист 10 символов То есть Вот таким вот образом Вы можете работать с ватч-листом Очень быстро Очень удобно Теперь по линкеру После того, как вы добавили Свои инструменты в ватч-лист Вы можете открыть несколько графиков У меня открыто 4 Давайте я еще один открою Чтобы показать Видите, я открыл новый график Но на нем нету кнопки L На других графиках Кнопка L есть Это значит, что Данный график пока не залинкован И чтобы его залинковать Надо нажать кнопку Плот символ Появляется буква L Это значит, что Можно его линковать Теперь При перемещении по ватч-листу Данный график тоже подсоединен К списку инструментов И тоже линкуется Графики могут быть разных периодов На графиках могут быть Любые индикаторы Советники Скрипты И другие программы В том числе и торговые панели При смене инструмента Индикаторы Скрипты И советники Переинициализируются И пересчитываются Настройки остаются Те, которые вы оставили Почему происходит пересчитывание? Потому что появляются новые цены Поэтому будьте внимательны Теперь При запуске программы Может потребоваться Трафик Для большого количества символов Нужен трафик Интернета В моем случае Когда первый раз Я запустил 56 символов Терминал MetaTrader 4 Скачал порядка 20 мегабайт Трафика В момент Подкачки истории Программа отображала данные Неверно Цифры были очень длинными Очень большими значениями Терминал Буквально на секунду подвис Поэтому Если вы запускаете программу Первый раз И она не откликается Это не значит Что программа не работает Она загружает данные Истории По всем инструментам Которые есть в обзоре рынка Без истории Она не сможет вам Отобразить графики Преимущество программы Watch List and Linker Заключается в том Что вы один раз Загрузили Историю По инструментам Необходимую Требуемую И вы никогда Не будете видеть Ожидается обновление На графике Вы будете очень быстро Перемещаться По Watch List И вы будете сразу же Видеть график Без ожидания Обновлений То есть история Уже подгружена В график Для графиков Для символа В этом очень большое Преимущество Терминалах MetaTrader Если вы не хотите Линковать Какой-то график Букву L Отжимаете И график Больше не линкуется Далее Теперь давайте Я вам поэтапно Расскажу Как создать Рабочую область И как настроить Программу Также Расскажу Об одной Очень важной Настройке В самом Watch List Эндлинкере В советнике Настроек Нету Есть только Одна Настройка Символ Upload Терминал У меня написано False Что это значит Если вы здесь Поставите True То независимо От того Если символ В обзоре рынка Или нету Программа Советник Закачает Все символы Которые Предоставляет Брокер В обзор Рынка Если брокер Предоставляет 100 символов При настройке True Все 100 символов Будет закачаны В обзор Рынка И потянут Интернет Трафик Но так же Вы будете С ними работать Трафик Тянется Небольшой Большой трафик Может быть Только при первом Запуске Если вы Нажимаете Здесь False То программа Берет Только те Символы Которые Есть уже В обзоре Рынка Если в обзоре Рынка 2-3 символа Она возьмет Только 2 или 3 символа Которые есть Обратите внимание Что при работе Программы Символы Из обзора Рынка Можно будет Удалить Только После того Как пройдет 10 минут С момента Как вы Отключили Программу С графиков Терминала MetaTrader 4 Поэтому Если вам Нравится Программа И вы будете С ней работать Вы будете Работать Только с тем Списком Который Вы создали И обзором Рынка Пользоваться Практически Не будете Для вас Это теперь Будет Ненужным Инструментом Теперь Мы с вами Настроим Рабочую Область Загрузим Советник Я вам Покажу Пошагово Как делаю Это я Закрываем Все Окна Через Навигатор Открываем Нужное Количество Окон Давайте Я открою Сейчас 5 окон Одно Окно Берется Для Watch Листа При установке Watch Листа В это Окно В окне Стираются Абсолютно Все данные Меняется Цвет И окно Становится Белым Я переношу Программу На График Вот у нас График Стал Абсолютно Белым И после Следующего Клика Программа Появляется Далее Я Окна Компоную Нажимаю F11 Перехожу В полноэкранный Режим Терминала MetaTrader 4 Мне больше Никакие Символы Инструменты Не нужны Я Располагаю Графики Так как Удобно Наношу Индикаторы Присоединяю Индикаторы Присоединяю Свою Торговую Панель В один Из Графиков Графики Линкую Выставляю На графиках Нужный Мне Период То есть Минутный Потом Пятнадцатиминутный Потом Тридцатиминутный И Там Часовой Например Проверяю Что окна Все залинкованы Кнопки нажаты И Теперь я могу Спокойно Перемещаться По символам В поисках Своих Сигналах В поисках Интересных Моментов По своей Торговой Стратегии Я могу Можно Работать Мышкой Можно Работать Клавиатурой Кому Как Удобнее Мне Удобно На Клавиатуре Я Быстренько Перемещаюсь Я вижу Показания Всех Индикаторов Показания Графиков И я знаю Что Например Где можно Торговать А где Не нужно Торговать Вперед Слетел Вот В принципе И все Спасибо За внимание Про Свои Вопросы Предложения Обсуждения Оставляйте В ветке Обсуждений Оставляйте Продолжение следует...